итак вопрос посоветуйте хороший монитор для работы в экзакат на 27 больше дюймов хорошо сейчас мы начнем выбирать и в этот раз мы пойдем в днс и начнем выбирать да то есть основные характеристики 27 дюймов я думаю 27 плюс 32 вот так вот сделаем дальше идем у нас сколько своим вариантов 100 вариантов ценник ребят но за 7000 это это будет такое себе но то есть если мы сейчас откроем здесь у нас есть какой-то ок но я бы за на этом не останавливался то есть это не знаю 20 очки нужно смотреть чтобы нас что-то было интересно дальше теперь вопрос по уровню яркости так на можем выбрать максимальное разрешение соотношение стал он так нет он технологии изготовления максимальное разрешение так это мы выбрать не можем а это плохо то что есть у нас здесь есть за 20000 что-то то но не очень интересное главное чтобы глаза не болели там технологии оттиска отклика есть одна миллисекунда но не всегда это также работает как есть та частота обновления и отклика не важны и не всегда на отзывы можно ориентироваться для кого-то это есть норма для нас может быть нет но вот если ориентироваться на просто если рассматривать вопрос качество качество монитора хорошие мониторы идут у apple и сделать выбор в сторону но вот у нас тут есть samsung посмотрим его характеристики так развернуть изогнутый экран 27 дюймов разрешением работать на full hd это ребят давайте сразу завернем full hd это не очень хорошо на 27 дюймов это все видно будет и так частота максимальное разрешение хотя бы нужно взять хотя бы нужно взять то есть да сейчас мы выберем это мы возьмем это сверх широкие вот кстати вопрос сверх широких очень интересно но мы не знаем мне они не слишком заходили да там по 40 дюймов которые вот у нас 77 вариантов 24 29 дюймовые на 2 500 да то есть он широкий будет но разрешение тоже чуть ли не 1900 по 4к нам требуется уже мощная видеокарта поэтому если смотреть на full hd на 1920 то это 24 дюйма и это будет комфортной работой плюс цена будет поменьше но смотрите есть аокс 1 тысячи отзывов но тут низкая низкая яркость видите 250 250 это очень мало 250 это очень мало динамическая контрастность еще вопрос уровень цветопередачи если вы работаете с фотографией это важный момент здесь это не указывает цветопередачи вот стой охват ргб 90 процентов ну не то чтобы хватило хотелось бы ну нормально потому что есть еще и хуже но вот допустим да пусть это будет вариант стартовый но это низкая контрастность ну вот вариант есть соок на 4k и на 2 500 ну в общем вот эти два варианта он я думаю как стартовый будут нормальным то что у них есть хоть нормальная уже яркость и ну вариант с частотой обновлений от 60 герц не совсем комфортно ну кстати ребята я не видел такие от huawei мониторы это может быть что-то интересное сейчас мы глянем она крутится еще так что у нас тут развернуть радость изогнутости цветовой контраст вот ребят неплохая машинка будет можно попробовать посмотреть разрешение достаточное для работы комфортное и соответственно 165 герц 25 тысяч рублей это вопрос до стартового монитора которого будет достаточным для работы поэтому да вот вопрос размер монитора размер разрешения яркость его частота обновления на это это важные характеристики которые влияют на то как ты будешь работать и все это в купе дает в целом комфортную работу сейчас откроем тогда из дорогих но за 700 тысяч я думаю нет смысла брать а вот вот какой-нибудь lg но на статьи вот у меня вот тут стоит lg монитору вот asus туфа с высокой яркостью с разрешением и чистотой обновления и отклика принципе очень очень интересная штука за 60 рублей 28 и 4к просто считаю идеальным вариантом я у лично не видел и не могу сказать как он в работе но по характеристикам это интересно единственный вопрос по цветовому охвату у меня есть подозрение определенные глубина цвета 10 бит интересно интересно указано но я не уверен в этом что это так будете работать в общем вопрос выбора монитора это сложный момент нужно все смотреть юзать но тут то что у нас есть lg да там по цвету окей еще цветовые профили делаются так далее поэтому если для вас это имеет значение да то как бы стоит заморачиваться если вы рассматриваете недорогой вариант за 25 тысяч рублей я уже показал вам поэтому как бы ну вопрос цены вопрос цены и нужно понимать что на 4k нужна карточка да то есть без карточки вы будете плохо работать то есть у вас не будет вытягивать компьютер это все поэтому идеальный вариант 24 дюйма full hd и они дешевле все ребят всем пока